Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, а это рубрика разоблачения фейков в PUBG Mobile, в которой мы проверяем подозрительные видосы по PUBG со всего интернета. Ну а эти видосы на проверку нам присылают подписчики. Так что призываю вас не оставаться в стороне и отмечать меня в тиктоке под теми видосами, которые показались вам странными. А сегодня вас ожидает сочный выпуск, так что устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек и приятного вам просмотра. Уже вот-вот стартует предзаказ нового РП, так что самое время заранее запастись UC-шками. На такой случай есть Купикод Голд, ведь там это можно сделать выгоднее всего. Это сервис пополнения счета в мобильных играх, через который прошло более 5 миллионов успешных пополнений. И конечно среди множества игр нас интересует PUBG Mobile. Пополнение баланса происходит здесь просто, дешево, а главное безопасно. Нужен только ваш ID, который мы вводим вот в это поле. Этого достаточно, не нужно никаких паролей. Ну а теперь выбираем сколько нам нужно UC. Чем мне нравится Купикод Голд, это тем, что тут всегда самые низкие цены на рынке. А еще можно ввести мой промокод из NX и сэкономить дополнительно 5% от суммы пополнения. Кстати, промокод работает на пополнение любых игр, а не только в PUBG Mobile. Как определили с количеством, оплачиваем любым удобным способом. Картой, без комиссии или купикоинами. Доставка UC-шек, как правило, происходит за пару минут. Но если вдруг что, у нас связь с технической поддержкой 24 на 7. Кстати, про купикоины. С помощью них можно дополнительно сэкономить. Ведь пополняя ими вы получите бонусы, и чем больше суммы, тем больше вы получите халявных коинов. Так что берите на заметочку. А если вы авторизуетесь через ВК или Телеграм, то сможете получать бонусы и постоянный кэшбэк при каждом пополнении. А еще получите 50 купикоинов за регистрацию. Также в соцсетях Купикод Голд есть ежедневная раздача валют, и очень часто проходят различные розыгрыжи. Поэтому также рекомендую подписаться, дабы не пропускать халяву. Ссылочка на Купикод Голд уже в описании. Переходите и ознакомливайтесь. А мы продолжаем. Ну а первый видос на сегодня уже несколько дней разрывает ТикТок. Где он нам показывает схему, как с помощью перчатки Венома забраться на самом верх гротирни на Милти Пауэр. В целом схема выглядит вполне себе понятно, и как будто бы ничего сложного нет. Но знаете, ТикТоке тут вполне себе могут быть подводные камни. Так что берем напарника и погнали щупать все на практике. О, я знаю этого чела, который снизу. Да, что-то знакомый. Сосед, по-моему, этот, да, с пятиэтажки. Ну, это с соседнего дома, да. Вот это вот сопля черная, вот это вот. Приходишь. А, все, дальше не буду смотреть, я знаю, что это дальше будет. А ты посмотри, как он гладит прикольно по поверхности, типа. Вижу, вижу, вижу. Он насильно чисто прыгает, а потом докатывается тупо доверх. Как мы с тобой докатились вот до такого. Мне кажется, что да, не может он так гладить прям филигранно. Ну, я думаю, может, потому что он просто гладил, когда мы там тоже делали с тобой. Так что, ну, надо щупать, в любом случае. Ну, ладно, давайте пощупаем, ребят. Но мне кажется, что здесь доля неправды есть какая-то. А я думаю, все четко будет. Ну, давайте, как бог даст. Такс, мы на месте. Смотри, это было, получается, с той стороны, да? Если я не ошибаюсь. Но сначала он вот здесь по этой гладил, вот по этой, ломаная, которая. Ну, вот он с той стороны, по-моему, отбегал ее. А мне кажется, между, нет? Ну, либо видос отзеркален просто. Потому что, судя по надлому этой трубы, типа, вот с этой стороны он делал. Да, брат, видос отзеркален. Ё-моё. Не гладится. Не гладится? У-у-у. Так, ну-ка. Да, кстати, не гладится. Интересно. А точно с этой? А, ну да, точно. Вот, смотри. И, короче, если заряжать вот эту торпеду, которая, типа, с натяжкой, ну, как катапульта. Ага. То он какое-то время еще гладит. Но не так сильно, как на видосе, короче. Блин, ну тут ты видишь, типа, не катапульта была, а именно вот этот гладь был. Каким-то образом. А, вот, кстати, я прогладил сейчас. Вот, увидел. Но мало. Сейчас, секунду. Влекает, что здоровье не коцается от этого. Но у меня не гладится. Ну, это как-то рандомно срабатывает. И причем он как будто бы гораздо выше у него попадала эта. Штучка. Штучка, типа, да. Видишь, она, типа, вот эта сама труба, градирня, она из таких, вот, видишь, клеточек, типа. Да. И он, короче, в какой-то крестик из них, типа, стреляет. И гладится. Но у меня не гладится. Ни разу. Да, и вот, смотри. Погнал, погнал. Ай-яй-яй. Блядь. Я перелетел, да. Пизда рулю, блядь. Нифига. Нет, что-то есть, что-то есть. Ну, а как? Подожди, а почему? Как-то зацепило меня. Ну, это такая тема какая-то, блин, нестабильная. Я не знаю, как он на второй градирне это сделал. Как бы это так организовать, чтобы это было на постоян. Так. Уп-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. На месте. На месте? На месте. Слава богу. Дальше что там было? Так, дальше вот он сюда прыгал. Так. Хлоп. Блядь. Пиздец. Упал? Вижу. Да, упал. Ты механику никакую не выработал, типа, нет? Ну, я просто примерно на то же место стреляю постоянно, типа. И оно срабатывает. Да, туда же, кстати. Во. А у меня нет. У меня, блядь, не получается. А вот я хз, почему? Хэштег Артем Моги с эмулятора. Давно пора. Да, блядь, да почему наверх-то не стреляется? Я не буду, ребят. Все, иди. Все, я полная херня. Блин, меня раздражает, что это, что не получается дальше. Сейчас же зонах схавает. Такая тренировочка чисто. Во, я, кажется, выработал, Артем. А у меня, походу, чистый эмулятор момент. Потому что у меня один раз что-то было похоже, и меня забаговало вниз скинуло. Ну, типа, раздох. Понял. Что ж, от Арионс ушло 4 полных катки. Вот реально без шуток. Все это время приходилось вырабатывать тактику на каждом этапе данного режима. И, естественно, если не получается последний этап, то приходится все начинать сначала, и там уже ты снова сталкиваешься с трудностями. В общем, за пару часов я матерился довольно много. Поэтому, чтобы вас не томить, переходим сразу к финальному результату. Такая тренировка. Так что, как видите, да, забраться туда возможно. Нужно знать нюансы. Например, то, что вначале нужно прыгать под углом, дабы персонаж смог погладить по трубе. На втором этапе стреляем строго в это место. В остальных местах заусенцы и зацепиться точно не выйдет. Но последний этап я сам не знаю, как у меня получился. Тут главное не прижимать перчатку раньше времени, а жмать только тогда, когда появляется прицел. Вот, собственно, и все. Рекомендую это попробовать лично, ради фана, или же сезона сойдется именно в этом районе. Ну а так, видео не фейк. Можно брать на заметку. Второй видос на сегодня связан с лайфхаками. Тут автор показывает, что если вы просто скальзываете с горы, то вы 100% умираете. А вот если перед падением зажрать кнопку с метанием гранаты, то в таком случае вы отделаетесь лишь большей частью хп, но останетесь живы. В целом лайфхак, конечно, полезный, если уж вы поскользнулись. Ну а работает ли он на практике, давайте посмотрим. А, чел, типа, по горе скользит. Да, типа, нельзя так. Такое бывает, да, типа, ты, короче, умираешь после этого. Это, типа, так нельзя делать. Так делает нуб. Вот. А про делает так, что он берет в руки дым, любую там хе-шку, скользит с ней, типа. И, короче, за эти времена ты, типа, успеваешь скатываться, да? Ну, типа, у тебя как-то по-особому она бага, потому что у тебя, типа, насмерть не разбивает. Понял, я вам скажу, ребят, что это фейк. И могу прямо сейчас сразу вам объяснить, почему это фейк. Потому что он, когда летит, ну, в первом варианте, как он летит, он разбивается, и это логично. А когда он летит дальше с моликом уже, точнее, со смолком, он летит просто меньше траектории. И просто у него здоровье так же отнимается, просто отнимается меньше, потому что он меньше пролетел, меньше разогнался. Вот и все. Ну, вот, так сказать, да, его второй раз, типа, не кидает, не подкидывает. Во второй раз, когда он слетит с дымом. Так что, мне кажется, что это фейк полнейший, и мы сейчас свернем шею. Да, День, тут проканемся, чтобы понять, где это место конкретно было. Так, какой-то Артем из этих хребтов, вот этих вот, геленджикских, это был. Сейчас мы переломим его, давай. Сейчас, надо понять, что это именно. Вот оно, Артем, у нас. Гора Роза Хутор. Дай мне, пожалуйста, стой, 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 погнал. Дай ВД-шку, чтобы этот, я давай попробую, чтобы еще хребет не сломался. Давай, давай, вот наваляется вам. Вот, все, отлично. Так, хребет защищен. Сразу будем пробовать с этим, с дымом? Или сначала так, хребет сломаем? Ну, смотри, я могу, типа, показательно сломать, точнее, ты сначала делай с дымом, а потом я показательно сломаю хребет, и все. Ну, окей. Потому что я уверен, прям, что это, ну, просто нова. Так, ну, типа, вот я прыгаю. Так, неудачный дубль. Не смотрите, ребята, вы это ничего не видели. Так. Бежит, бежит. Во, нормально. Так и что я не гладжу? О, сейчас загладил, наверное, да? О, загладил, загладил. Блядь. Услышали. Ну, у меня, сори, ради справедливости он у меня закончился сейчас. Вот в чем прикол. И тогда, когда ты, короче, этот, когда закончился, ты шею свернул. Да, 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 все так. Давай, пробуй, а потом я, типа, ну, упаду без дыма. Давай, я хочу сейчас дым просто сделать идеально, чтобы было. Так, ну все, я побежал. Так. Ну вот, типа, что-то похоже. О! Так я вот сейчас анимку достал в конце, типа, и сдох. Хотя у меня была анимка с этим. Короче, это не отменяет факта того, что он пролетел меньше, чем на первом видосе. Ну да, тут по видео видно, что, типа, первый раз он, типа, подскользнулся, прыгнул и приземлился. А во второй раз он подскользнулся, приземлился и дальше побежал, типа. Ну, я считаю в любом случае, что это, типа, ну, фейк. Типа, даже в плане задумки это фейк. Уже на монтаже меня не устроил наш результат. И хотелось повторить именно то же самое, как на видосе. И в целом у меня получилось. Так что видео не фейк, гранты и правда не дает вам подпрыгнуть второй раз. И тем самым сейвит вам немного хп. Но я думаю, что в целом в таких местах лучше не оказываться. Но, если что, берите на заметку. Видео номер три. На нем автор сбивает коня на машине. Подшел, конь очухивается, поднимается и прыгает с машины на автора видоса. В комментариях тегают нас и просят проверить. Реально ли вообще так сбить коня и правда ли, что четвероногий друг такой мстительный. Не может одним прыжком нас раздавить. Ознакомливаем напарника с видосом и вместе отправляемся на проверочку. Тут кадры 18+, чел сбивает лошадь. Вот. А после, смотри, она... А после лошадь до этого. Да, да, да. Смотри, я сначала, типа, такой, ну, прикольно. А потом заметил китайские иероглифы. Вот, и думаю, а может быть это у нас-то и не работает. Мне кажется, с конем реально движуха не здравая. Ну, типа, нельзя так сделать с ним. С нашим, да, конем? Не даст себя в обиду, мне кажется. Европейским. Это только там уж китайское. Ну, во-первых, смотри. Во-первых, седло у коня. У нас нет седла у коня, если что. Если вы не в курсе, пацаны. А, в натуре у нас просто гоняют без седла? У нас просто конь гоняет без седла, если что. Пресс-ф в спине коня. Не, ну, прыгает он так же, как наши кони, в принципе. Да что тут гадать? Надо проверить, просто так же его сбить или на машину просто его запрыгнуть и посмотреть, как он отреагирует. Ну, ладно, пусть будет так, но я уверен, что это фейк. Окей. Я вообще, кстати, думаю, что, возможно, у нас даже дамаг не проходит, если на тебя конь прыгает. Надо будет посмотреть этот момент тоже. Ну, вот сейчас и все, и раздуплим. Блин, не знаю, что у него за машина там, это Мазерати. Конкретно, что это? Чисто сзади, как будто Лада Веста какая-то. Я не знаю, это апельсинка или Мирада, типа. Ладно, пусть будет апельсинка. Я думаю, не суть важна. Лада Аура. Или Лада Аура, да, хрен его знает. Ну, чертем, сбиваю коня, пробую. А что я вас насчет седла обманул, получается? Ты, Артем, сейчас еще какую-то дизу вкинул насчет седла. А вот так вот верьте, не верьте мне никогда. Вы что, думали, что я вам правду когда-то скажу? Первое правило, Пабга. Не верьте, Артему. Так, слезай с него, а то сейчас ты пострадаешь. Я его ровняю. А, ну все, давай. Давай, газуй, все, ровно. Так. Понятно. Так он-то отлетает, царика-былка. Ну, подожди, а у него здоровье не трогается. Ты хоть оббейся его. Сейчас еще раз попробую. Но, по-моему, уже нет той анимки, которая должна, типа, срабатывать. Ну, да. Ну, какой-нибудь педальный. О! Ну, он, кстати, соскочил. Ну, типа, этот, он на крыше попал и соскочил, короче. Чуть тебя не задавил. Ну, смотри, ладно, давай мы загоним его туда. Хрен бы с ним. Ну, анимки суро не было, как у того чела на видосе. Ну, да. Так, ну вот. Он стоит, короче. Что ты будешь делать? Видишь, уходит. Ты в капот провалился, да? Я понял. Ему не нравится. Хорошо, смотри. Тогда такой вопрос. Можно ли вообще ему так вот задавить, допустим? Вот ты стой, а я на тебя прыгну. Ну, вот я стою. Ну, давай. Нет. Нет. Ты не попадаешь. Нет. Просто ничего не происходит, да? Да вообще, ты просто как меня прыгать, ты не попадаешь даже на меня. А ну-ка. Вот я сейчас под тебя специально подошел, ничего не произошло. Да, под меня повстывай. Да нет, я двигаю вас. То есть, тебя вообще никак не дамажит, правильно? Абсолютно точно вообще ничего не происходит. Вы просто двигаете меня, либо я вас, и все. Собственно, да, ребят, видимо, это именно китайский ПАПК, и там эта механика робит. У нас же ни коня вы не задавите, ни он не спрыгивает с машины, и в прыжке вас вообще не убьет. То есть, тут... Да, и в горячую избу не войдете. Три но, получается. Так что, фейкус. Во, вообще, бля, по*** ему. А тут еще кто кого сбил, я бы поспорил, знаешь, визуально, на самом деле. Э, придурок, отойди. Ой, все, это жестокое обращение уже такого мы не показываем. А что вы докажете? Но нет, ребят, все-таки видос из китайского ПАПКа. А наши кони, в отличие от китайских, на 100% безопасные. Так что, видос фейк, идем далее. Ну и напоследок проверим фановый видос. И он нам обещает утр на кружицу. Спасительная бригада, я сам не знал, что это. Оказалось, это вот такой вот прием из мульта Лего. Собственно, автор показывает, как взять подобный вихрь в ПАПКе с помощью забагованных крылышек. Давайте проверим. Долгожданный тутор на... Кружицу. Короче, я сам не знал, что это такое. Это, в общем, из... Лего Ниндзяга. Типа, тактика ближнего боя, короче. Вот. Бесконтактный бой. Да, типа, такого. И, короче, кто-то придумал вот такой вот лайфхак в ПАПКе, как это сделать в ПАПКе, типа. Хотя этого нет. Но, типа, ты просто, короче, багаешь анимку с превоплощением в крылышку. И вот так вот крутишься. Извините, ребят. Я только... Да. Ладно, посмотрим. Мы хоть сами и не смотрели ничего, что откуда это вообще взято. Вот. Но попробуем сделать, потому что выглядит реально эпично. Ну, давайте, давайте. Так, ну что, Артем? Давай сразу не отходя от кассы. Я юзаю крылышку. Там автор говорит, надо сесть, да? Нажимать, чтобы багать анимку. Ну, вроде как. То есть, в теории, типа, вот так. Ну, получается, так, да. Ну, типа того, да. А ты двигаться же можешь, ну, типа, перемещаться. А-а-а, бля, сейчас. Ну, сребу, бежать сейчас. Ну, да, вот, типа, я иду и так делаю. А у меня нету этой херни. Ты, типа, просто идешь, как этот, как карандух какой-то, просто приседаешь такой и просто. А, у тебя нету, что я кручусь, типа, и там что-то показываю? Нет, такого у меня нет. Ты просто ходишь, типа, и просто приседаешь. Чисто торш такой, типа, да там. Да, 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 да. Бульон кольнул и пошел это вот смотреть. Прикольчики свои. Да. Ну, вот, сейчас я вот в открытом пространстве это сделаю. То есть, я, конечно, просто две клавиши жму двумя руками, как на пианино. И вот такая вот фигня получается прикольная, да. Можно делать это быстрее, а тогда быстрее будешь так прыгать. Вот. Давай, прыгай, какашка. Давай, прыгай. Потом, хоп, так сбил, дальше побежал. Ну, это чисто такое для мувиков, знаешь, чисто красоту такую сделать, но никакой, конечно, практичные функции это не несет. А так, да, не фейк. Ну, да, абсолютно точно, да. Кто смотрел там это Лего Ниндзага, езжи, там молодежь, реально работает. Чё смотрят вообще? Не знаю, зачем вам эта информация, но да, только прям реально сделать в пабге и ролик не фейк. А на этом у меня сегодня все. Если вам видео понравилось, вы поставите лайк и обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и оставите комментарий в поддержку канала. А с вами были мы, Илья и Артем. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok